Всем привет! Мы продолжаем работать над проектом по созданию онлайн-игры на Unreal Engine. В прошлом уроке мы подготовили всю архитектуру. В этом настроим основное меню. И только его. Настроим в плане дизайна. Поэтому открываем Main Menu Widget и давайте настраивать. Так. Меню у нас будет находиться вот здесь. Только меню, да? То есть мы сейчас рассматриваем все кнопки, касаемые основного меню. Поэтому создаем Border. В Border кидаем Vertical Box. В Vertical Box кидаем кнопку с каким-то текстом. Кидаем Spacer. Чтобы пробел между кнопками сделать. И таких кнопок нам нужно две. Три. Три, извиняюсь. Три кнопки. Border Size to Content. Отключаем, наверное, лучше даже он будет как-то фигово выглядеть здесь. Чуть-чуть растянем. Чтобы он вот такую область занимал. Примерно. Примерно все. Так. Здесь у нас есть контент. И контент нам не нужен. Нам нужен... У Border нам нужен Brush Color. Меняем все на черный цвет. И делаем небольшую прозрачность. Там 0.5. Отлично. Эта кнопка будет называться Host Game Button. Эта кнопка будет называться Find Servers Button. Это будет называться кнопка... Так. Нет, давайте уберем. Не нужна нам здесь. Spacer поставим по Y на 20, чтобы небольшой отступ сделать. Даже можно побольше было бы, например, 25. Вот. Отлично. Изменим текст, как создать игру. Здесь найти игру. Внутри вертикалки все по центру. Даже не знаю, как лучше. Я сделаю так. И саму вертикалку, которая приравнена теперь у нас будет влево вот сюда. Мы сюда и переносим. Дайте даже вот сюда. Вот сюда. О, отлично. И вот сюда ее в угол как бы адресуем, даже привязываем. Так. Ну, неплохо. Потом над дизайном еще поработаем. Значит, в этой части у нас будет такая менюшка длинная. Но у нас ее пока что не будет. Ну, как таковой. У нас будут две кнопки. Настройки и выход. Поэтому создаем новый бордер. Новый, обязательный бордер. Этот скрываем бордер. И давайте бордер обзовем как Main Menu Геймс Баттон. Гейм Баттонс. Игровые кнопки. Этот бордер будет у нас иметь внутри себя горизонтальную коробку. Значит, по поводу цвета. Такая же абсолютно вся ситуация. 0,5. Единственное, что у нас будет полностью закинуто. И адресуем ее сюда. Внутри горизонтальной у нас будет также две кнопочки, которые мы вот отсюда сейчас скопируем. Со спейсером. И вот сюда. Оп, так. Этого достаточно. Бордер растянем. Можно даже в бордере здесь. Или в горизонталке. Нет. Где у нас? Бордер. Стоит у контента будет плохо. А кнопочки поуже можно сделать. Вот. Вот. В вертикал адресуем. Ну, как бы выравниваем по правой стороне. Здесь у нас один по игреку у спейсера. И по иксу сделаем 25. Чтобы, ну, какой-то отступ был. Эта кнопка будет Settings. Settings. Button. Эта кнопка будет Quit. Button. Картинками потом можно заменить, если что. Здесь у нас будет выход о настройке. Здесь выход. отлично. Так. Значит. Это у нас будет Fill. И это Fill. Только Fill-ки-то у нас будут побольше всем. И нам, наверное, нужно будет вставить и этот Fill. тоже будет как-нибудь так, да? И у нас получается, что они все равно не справа, а это плохо. Будет это Auto. Здесь тоже Auto. И здесь Auto. Так. Размер, к сожалению, кнопки мы здесь можем увеличить только через вот это. Но это будет не то. Все не то. значит, как можно нормализовать данную вещь. Я не знаю, честно, что она тут автоматически выкручивает. Поэтому ладно, фиг с ним. Оставим так, как есть. Типа равном. Вот таким вот образом идет. Ладно. Ничего страшного. Будет вот так. Видно, что вылезает панель. Панель вот так вот пододвигаем сюда. А, с этой стороны все хорошо. Так, отлично. Вот так будет выглядеть в нашем меню. Надеюсь, будет что-то, например, происходить. Так. Compile and Save. Так. Теперь, значит, у нас есть менюшка и нам нужно ее настроить. На Open у нас есть же Game Instance, кстати, вы же помните, да, у нас в Global есть. Global Game Instance это как раз то, что будет отвечать за отображение и большую часть логики в плане каких-либо отображений вообще. Ну, я вам сейчас все досконально покажу, как это будет выглядеть. Значит, первое, что нам нужно сделать, это отобразить, например, меню. Как это делается? Мы делаем правую кнопку мыши Custom Event. Добавляем Custom Event, пишем Show Main Menu. Таким же образом у нас будет отображение опций. Таким же образом, что у нас там еще было? Host and Find. Show Host Game Menu и у нас будет Show Find Servers Menu. Все. Отлично. Компилируем. Это нам пока не нужно. Значит, что у нас происходит в Show Menu? Нам нужна переменная, которая будет обзываться как Main Menu Widget. Main Menu Widget. Она будет иметь тип Main Menu Widget. Она будет иметь категорию. Категория вписывается руками. Widget. Ну, чтобы сгруппировать. Нажимаем Ctrl-W. Делаем такие четыре копии и вписываем сюда по порядку Options Menu Widget. Здесь Host Game Menu Widgets и и Find Servers Menu Widgets or Widget. Вот тут по одной. Меняем тип на Options на Host и на Find Service Compile Save. Первое, что нужно сделать, это вынести для меню, это узнать, валидно ли переменна с Exec. Если переменная сейчас валидна, то есть это значение не нон, как сейчас, то если валидно, то нам нужно добавить на Viewport эту виджет, ага, берем еще раз сюда и эту Viewport, если она валидна. Если она не валидна, то нам нужно создать виджет, чтобы для отображения и сделать ее валидной. Поэтому делаем Create Widget. Выбираем здесь нашу Main Menu. Кто будет обладать этим виджетом? Get Player Controller. Так как у нас онлайн игра, то нам нужен здесь именно контроллер игрока, который будет отображаться, быть обладателем данной данной виджетом. Итак, Return Value мы сделали. Переносим вот так сюда. Она у нас назначается, то есть основная переменная Main Menu Widget назначается как то, что вернет после создания. То есть она возвращает виджет. И Ad Perfectionist или ровненько. А не ровненько это из-за этой штучки. Так. все. Таким образом мы сделали очень простую логику, которая отображает наше меню. Единственное, что у нас нужно отобразить теперь курсор, а курсор это переменная плеера контроллера, поэтому делаем Show Set Show Mouse Curse и вот сюда ее говорим, что она будет теперь True, чтобы мышка была видна и можно было кликать. Делаем вот такие Route пины и вуаля, готово. Выделяем все мышки, нажимаем C английскую, чтобы закомментировать и пишем, что это отображение главного меню. Так, создадим сразу какие-то группы. Здесь видите, у меня ничего нет. Выбираем цвет синий. Вот такой прям синий. Или давайте чуть-чуть голубее на 180 и 240. Разница между ними 60. Значит, будет примерно 210. Нормальный цвет. 210. Нажимаем сюда. Нет, не сюда. Вот сюда. Пере... Так. Ага. Переносим. У нас вот здесь новая тема. Этого цвета у нас будут отображения, что касается просто визуализации. Так. Теперь зайдем в main menu и нам нужно теперь каким-то образом вызвать данный скрипт, чтобы он отобразился. Чтобы он отобразился, нам нужно перейти в главное меню виджет, в граф теперь. Так, тики нам не нужны, переконстракты не нужны, нам нужны только конструкты. и хотя она же наверное нужна конструкт и нам нужна теперь переменная, которая будет храниться в GameInstance Reference. То есть ссылка на наш вот этот вот скрипт. Задаем переменную. Так, значит, здесь задаем категорию это with its elements и их у нас нельзя сюда запихнуть. Понятно. Тогда сюда пишем Game Instance Reference только у нас на Global Game Instance Reference Здесь будет Global Game Instance Так, эта переменная должна быть у нас по умолчанию вот такая. Компилим сначала. Теперь целую категорию Instance Info компилим и теперь нам нужно сделать ее как каким-то образом ее назначить. Чтобы ее назначить нам нужно получить Get Game Instance текущий получает который назначен а как мы ее назначим я расскажу если мы это не сделали раньше. Сделать Cast to Global Game Instance для нашего. Сделали Cast и это наши переменные. Все. Назовем это инициализация Game Instance По цвету потом определимся. Так Compile and Save Переходим в Project Settings в Map и не выбрали. Выбираем Global Game Сохранить ничего не надо все делать автоматически. Так отлично теперь мы можем каким-то образом из основного меню которое будет создаваться делать вот здесь уже непосредственно создание каких-то объектов. Так например отсюда мы будем делать вызовы отображения. Сразу сделаем кнопку выхода сразу же назовем OnClick вот здесь функцию и делаем единственное что это GetOwning GetOwning Player то есть тот кто обладает только тот кто обладает так как это онлайн версия тот кто обладает этим биджетом PlayerController в котором мы в прошлом смотрели это в целом просто игрок а это именно обладатель и сделать QuitGame выход из игры вот он и видите у нас background или просто Quit все называем это выход из игры вышли compile save теперь теперь скорее всего нам нужно будет вызвать нам нужно будет вызвать само минимум чтобы это сделать давайте в хост пока что сделаем такую очень простую функцию ну давайте даже не в хост а вот в level blueprints мы сделаем beginplay после beginplay мы делаем GetGameInsense делаем к нему хаст и Show Main Menu просто пока что сделаем на простом примере это отобразим меню проверим запускаем оп отобразилось так ну для начала запустим в таком окне нормально и видим что у нас отобразилось наше меню так с меню мы отображением закончили теперь что нам нужно сделать теперь нам нужно отображать все следующие и последующие менюшки которые отсюда вытекают такие как Find, Host и Settings Button менюшки так значит сначала мы делаем все события он клика и настроить сделали первое что нужно сделать это Remove from Parrot то есть удалить текущий виджет чтобы он не отображался вообще именно вот менюшки чтобы ее скрыть если мы это делать не хотим то мы это делать не будем например если использовать вот нашу вещь то мы можем отобрать вот в этой области какой-то виджет поэтому Remove from Parrot нам в принципе здесь и не нужен будет если вы хотите все скрыть то вам нужно будет использовать Remove from Parrot здесь нужно нам использовать какой-то бокс что-то какую-то область мы ее будем какую-какую-какую область мы возьмем возьмем например Border Border это назовем Top Top Settings Button здесь назовем это как а не стоп 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 конечно можно давайте обернем обернем а внутри этого бордера мы сделаем виджет свитчер таким образом мы сможем менять эти виджеты туда-обратно перетащим Border весь и он должен быть получается этот бордер от центра должен скалироваться от центра так нам нужно примерно выровнять с ней ну вот так неплохо растянуть бордер чтобы у нас здесь оставалось место и дотянуть его наверное вот до сюда этого будет достаточно вот что-то тут будет значит у бордера также делаем вот здесь 0 0 0 0 пирать и вот здесь будет виджет свитчер он у нас автоматически полностью стоит в этом свитчере будет что-то происходить что же будет у нас там происходить сюда нам нужно будет добавить все вот эти виджеты значит мы сделаем пока что по-простому мы просто их тупо сюда перенесем сначала find нет сначала host потом find потом у нас будет последовательность find host find settings настройки все они как-то вот здесь будут отображаться причем потом вы увидите как это будет на самом деле офигенно круто работать он клик нам нужен этот виджет значит давайте переименуем его это как виджет свитчер просто ну ладно пусть будет ну 0 это некрасиво конечно это sub виджет свитчер пусть будет так и еще ошибся когда писал отлично так sub виджет свитчер закомпилили все берем его отсюда get set active виджет индекс потому что вот эта функция как вы могли видеть она скажет что активировать но нам это не надо потому что внутри уже что-то лежит внутри есть виджет по индексу 0 1 2 когда мы кликаем на find сервер который последователь идет 0 1 2 он идет 1 host game идет 0 а настройки идут третьими ну во вторых но это еще этого недостаточно clear child сначала нужно очистить окно перед тем как что-то в нем показать нет не у него да у него очистить окно правильно потом показать а хотя нет стоп 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 это я путаю с другим виджетом абсолютно ничего чищать не надо все и так будет отлично работать потому что это переключатель который уже по умолчанию реализован эту функцию все извиняюсь за недочет такой все как бы нам проверить что это все работает а проверим мы это все в следующем виде чтобы реализовать уже все меню нам нужно реализовать еще дополнительные несколько модулей поэтому их мы уже будем делать отдельно на этом видеоурок мы закончим спасибо за внимание в следующем видеоуроке мы начнем реализовывать уже непосредственно каждый виджет по отдельности и начнем мы с настроек всем пока спасибо за то что посмотрели с видеоурок